Мы продолжаем с вами тему христианства. Одной из самых сложных христианских книг является книга Иова. Это одна из самых сложных и самых философических книг Ветхого Завета. Я ее расскажу коротенько, и мы ее с вами в меру сил рассмотрим. На земле жил один из праведников, Иов. У него было много скота, большая семья, большое уважение за граждан. И описывается дальше в книге, это большая книга, описывается в книге, сколько стада было у Иова, сколько детей, какая семья. Затем действие переносится на небеса. Сатана приходит к Богу. Где был, спрашивают Бог? Обходил мир. Прекрасное определение для сатаны – обходил мир. Видел ли ты раба моего Йова, убегающего у всякого зла? Видел, говорит сатана. А дальше сатана задает свой сатанинский вопрос. А разве задаром праведен Йов? Понимаете, насколько сатанинский этот вопрос? Праведнику должно воздаваться, не правда ли? И Йову воздалось. У него много скота, большая дружная семья, любящие люди вокруг, уважение и любовь окружающих. Ему воздалось. Спрашивает сатана, а не задаром ли он праведник? И Бог соглашается с сатаной. Бог говорит, хорошо, посмотрим. Сатана говорит Богу, дай мне его. И мы посмотрим. И Бог отдает Йову сатане. Понимаете, как сразу парадоксально начинается история. Бог сначала признает Йова праведником? Видел ли ты раба моего Йова, убегающего из всякого зла? Видел ли ты раба моего Йова, убегающего из всякого зла? А потом отдает Йову сатане на испытание. Это очень странно, но это так. Сатана – князь мира сего. Сатана может все. Йов в одночасье решается всего. С севера приходят слуги, говорят, что разбойники уничтожили стада. С востока приходят люди, говорят, что вся семья собралась на праздник. Под шатром шатер рухнул, и погибли все дети. И вся родня. Йов остается наг. Но без трепетин. Бог дал, говорит Йов. Бог взял. Прав сатаном оказался или нет? Разве за даром проведен Йов? Йов за даром проведен. Он, лишившись всего своего имущества, остался верен Богу. Значит, не за награду. Вопрос сатаны заключался в том, что если праведнику воздается, то он имеет награду. А если он имеет награду, то где же праведность? Вот Бог отдал Йову на испытание, и Йов испытание выдержал. Остался непоколебим. Бог дал, Бог взял. Снова на небесах. Сатана приходит к Богу. Где был? Обходил мир. Видел ли ты раба моего Йова, на которого ты так напрасно меня восставал? Видел, говорит, сатана. Но испытание его еще не закончено. Дай мне теперь его самого. Ты дал мне только то, что ему принадлежит. Дай мне его самого. И опять Бог говорит, хорошо, хорошо, возьми. Только душу не тронь. То есть живых оставь. И сатана в тот же миг заразился проказой. Соболел проказой. И вот Йов сидит в том городе, где он был самым уважаемым, богатым человеком. И скребет скребком свои язвы. Сидит в зловонной луже и скребет скребком свои язвы. Осталась только жена его рядом с ним. Жена говорит, похули Бога и умри. Вот более сильное выражение любви и отчаяния я никогда не встречал. Нигде. Это, безусловно, любящая и верующая женщина, которая видит, что человек страдает. Похули Бога и умри. И он говорит, стану ли я хулить Бога в небесе, когда хвалил его в неблагоденствие. Бог дал, Бог взял. Приходит друзья его. Тоже, видимо, не случайные люди, друзья его. Они сначала долго сидят, молча. Ну, потому что страдание, даже если оно заслуженное, требует уважения. Они долго сидят, потом долго говорят. Очень длинные речи, невозможно длинные речи. Только иудеи могут такие длинные речи писать. Говорят и говорят, говорят и говорят. Но смысл их речей очень простой. Смысл речей простой. Если наказан, значит, виной. Ты мог скрыть свою вину от людей, мог скрыть от себя. Так бывает. Но ты не скрыл от Бога. Если наказание пришло, оно, очевидно, пришло, значит, ты виной. И тогда происходит самое интересное. Ну, Йов смотрит в свою душу и видит там чистоту, доступную человеку. Конечно, один Бог свят, но Йов, очевидно, один из праведников, на которых мир стоит. И он не видит там той вины, которая оправдала бы такое страшное наказание. Тогда он встает, подпоясывает чресло и идет судиться с Богом. Йов говорит Богу, объясни. Я все примем, принял, мне осталось только смертью, и ее примут с радостью, потому что жизни уже не осталось никакой. И нечем жить. Но объясни, за что. Вот вкратце пересказанная книга, там еще конец, мы его тоже обсудим. Краткая суть книги. Мы теперь возвращаемся. Как вы оцениваете поступок Йов, вот это, его суд с Богом? То, что он подпоясал чресло и пошел судиться с Богом. Ну, как вы на это смотрите? Как что? Что это? Ну, фактически, он придает свою веру. Как видно, то есть он все-таки спрашивает, он требует справедливости какой-то. Придает веру? Ну, я думаю, да. Хорошо, еще мнение? Ну, он не отказывается от Бога, да? Ну, да, но он все равно спрашивает, почему, за что. То есть он не понимает, на 100% ему следовало было принять. Ну, если он верит в это. В Бога. Ну, да. А он пошел с вопросом... А ведь никто должен принимать растяжение принимать. Судиться можно только с равным? Значит, он в каком-то смысле ставится ли на равный сголон? Все так. Но возвратимся к вопросу сатаны. Разве за даром праведен Йов? Есть ли цена у праведности? Испытание было последовательное. Йов лишился внешних благ. Бог дал, Бог взял. Бог лишился здоровья почти самой жизни. Бог дал, Бог взял. Когда восстал Йов? Понятно, что это восстание будет. Когда восстал Йов? Когда он не понял, не нашел справедливости в действиях Бога. Значит, награда была. это награда справедливости. Значит, награда была, это награда справедливости. Йов принимает Бога при условии справедливости. Если он не видит справедливости, Бог его не принимает. То есть, что сделал Йов? Йов отождествил Бога и закон. Йов не понял, что Бог выше закона. Йов не понял, что Бог выше закона, отождествил Бога с законом, и значит, у него была цена. Он принимает Бога при условии справедливости. Когда Йов не нашел справедливости в действии Бога, он восстал, он подпоясал чресло и пошел судиться. Но что Бог ответил Йову из бури, тоже очень длинный, но очень поэтичный, красивый ответ. Бога Йову, он действительно очень поэтичный, очень-очень длинный, но суть его сводится к тому, где ты был, когда я создавал мир, и что глина будет спрашивать горшечника. Где ты был, когда я создавал мир, и что глина будет спрашивать горшечника. то есть он показывает Йову его место. Потому что Йов сотворен, а Бог творец. Когда Йов хочет принять Бога через закон, то он сам возвышается, ведь он тоже знает закон, он сам возвышается до Бога. Как верно было замечено, судиться можно только с равным. И он встает, невольно, разумеется, встает вровень с Богом, когда требует от него ответа на вопрос за что. вот это трудное, согласитесь, трудное место в Ветхом Завете. И оно а что вот будет, если отождествить Бога с законом? Почему это плохо? Потому что Бог сразу превращается в языческого Бога. Потому что языческие боги именно такие. Бог закона тождественен своему закону. Бог любви тождественен самой любви. Бог разума и науки Аполлон тождественен разуму и науки. Христианский Бог не таков. Иудей в данном случае Бог. Христианский Бог не таков. Он выше закона. И человек должен понять, что он выше закона, иначе человек возвращается в язычество. Йов хотел быть праведником а не язычником. Хотел быть праведником пред Богом. Но он поднялся до очень высокого положения. Справедливость ради справедливости. Это очень высокая позиция. Йов действительно служил справедливости ради справедливости. видно из испытаний. Если он служил за награду, то он давно бы отрекся от Бога. Уже когда от него стада и детей отняли, уже тогда он бы отрекся от Бога. Но он служит справедливости ради справедливости, бескорыстно. Но в этой бескорыстности есть корысть. в этой бескорыстности все равно есть корысть. Потому что Йов поднимается до высшей точки язычества, но не идет дальше. Он не понимает, что Бог сотворил мир и сотворил закон. А раз он сотворил закон, то он может и нарушить его. Где ты был, когда я создавал мир? И что Лина будет спрашивая завершечника? Бог продолжает «Горит мой гнев против друзей твоих, потому что друзья твердо стояли на законнической точке». Если виновен, то есть если наказан, значит виновен. Если наказан, ищи вину. Бог говорит «Горит мой гнев против друзей твоих». И только заступничество его спасло друзей от гнева Бога. В этом может быть самое глубокое различие между язычеством, о котором мы много говорили, и христианством, и религией. единобожием. Веденобожием Бог не отождествует ни мудрости, ни закону. А если человек отождествил Бога закону, скажите, как можно человеку показать это? Как Йобу можно показать, что отождествил Бога закону, он еще не поднялся до должной высоты? Очевидно, только нарушит закон. Со остальными Богом есть один выход, только нарушит закон. Поэтому Бог и слушает сатану. Поэтому Бог и слушает сатану. Бог часто прибегает к этому ходу. Например, Авраам и Исаак. Жили Авраам и Сара, и было ему же сто лет, и не было у них детей. явился ангел и сказал Саре, что у тебя будет ребенок. И засмеялась Сара. У кого же сто лет бывает ребенок? На что ангел веско заметил, для Бога невозможного нет. И родился сын Исаак. И когда он вошел в возраст, Бог пришел к Аврааму и сказал «Где ты? Где ты?» Авраам сказал «Вот я, пойди и принеси в жертву сына своего Исаака». и Авраам взял сына, повел на гору, занес нож и в последнюю минуту ангел перехватил этот нож. Авраам увидел в кустах Авраам увидел в кустах овечку и принес ее в жертву. Видите, в чем эта история? Дело не в том, что Бог принес, приказал принести в жертву сына. Дело в другом, что у евреев были запрещены человеческие жертвоприношения. Более того, евреи были окружены морем язычников, и у всех язычников были человеческие жертвоприношения. А евреи осознавали себя как народ и как веру в частности и в значительной степени именно потому, что их Бог запрещал человеческие жертвоприношения. И вот Бог приходит к Аврааму и требует принести в жертву сына. Но предварительно спрашивают, где ты? Вот я, говорит Авраам. Бог чудовищно, вопиюще нарушает свой собственный закон. Но Авраам, в отличие от Йова, принимает. Потому что будет по воле Бога. вот эта разница между христианцем и язычеством. Язычник служит закону. То есть Богу, конечно, Богу, но Богу, именем которым является закон. Язычник служит Богу, именем которого является разумность. Язычник служит Богу, именем которого является любовь. У каждого бога богов много у язычников, на то и на язычество. Богов много, но каждый бог имеет имя, и язычник отождествляет бога с именем. Язычник любит ради любви, ведь он настоящий язычник, высокий язычник, добродетельный язычник. Высший добродетельный язычник – это любовь ради любви, если не так, то ради корысти. Но это тут все просто. Язычник, высшая точка язычества – это служить любви ради любви, любви в высшем воплощении, воплощении бога любви. Служить закону ради закона, в высшем воплощении бога закона. Служить разуму ради разума, в высшем воплощении бога, божества разума. Ну и вот, в этом главное отличие язычества от христианства. Христиане знают, что Бог выше закона, выше разума, выше красоты. Если они этого не знают, то Бог может только нарушить закон. А закон – самое трудное, самое важное, самое значимое из всех ценностей. По крайней мере, для иудеев точно. Только нарушив закон, Бог может объяснить разницу между язычеством и верой в единого Бога. И он-то делает с Авраамом, и Авраам понимает это. Иов тоже понимает в конце. Иов говорит Богу, когда я услышал тебя, я понял. И Иов возвращаются все его богатства, вновь нарождаются дети. Иов умирает насыщенные днями. Иов тоже понял, но пройдя через испытание, пройдя через восстание на Богу. Авраам принимает сразу. Как же фраза «Бог есть любовь» или «Бог любит» представляет христианство? Она несет совсем другой смысл. Бог в христианстве принес себя в жертву за грехи людей. И в этом выразилась его любовь. Афродита такого… Афродита такого… Конечно, не сделала бы никогда. Совсем разные координаты. Совсем разные координаты. В том-то и дело, что если мы попадаем в язычество, мы попадаем в совсем другой мир. Совсем другой мир. Конечно, у Бога есть имена. Писание называется иногда и разумным, иногда и суровым, иногда и гневным, иногда и спасителем. Иногда все эти имена есть, но их нельзя отождествлять с Богом. Бог создал мир, Бог прежде, Бог прежде закона, поэтому, нарушая закон, Бог показывает свое отношение человеку не… через закон, а напрямую. Да, я дал тебе закон. Но я дал тебе закон. Я могу взять его назад. Собственно, никто не собирается брать закон назад. Это испытание. Вы, служа закону, ты должен понимать, что ты служишь не языческим способом, а христианским. Ты служишь Богу, прежде всего, а не законом. Мы возьмем с вами первородный грех. Адам в раю. Адам гуляет по саду. Бог говорит, можешь есть любых плодов, но с одного не ешь. Это древо познания добра и зла. Вот интересно, правда? Есть с любых плодов. Там и древо жизни стоит, и пока Адам ест плоды из древа жизни, он бессмертен. Там разные-разные деревья с разными плодами, но заповедано одно древо. Древо познания. И не просто древо познания, а древо познания добра и зла. Не правда это та же самая тема? Сказал Бог, и Адам исполнил. А если Адам съест плод познания добра и зла, он между собой и Богом поставит закон. Иначе говоря, он на дождествеет Бога с законом. Познав добро и зло, он будет считать, что Бог хранитель добра, хранитель справедливости, хранитель добра и зла, гарант добра и зла. И в ином качестве он уже Бога не воспримет. Не воспримет и не примет. Поэтому Адаму запрещено. А хочется, да? Хочется. В общем, хочется не для того, чтобы делать зло, а для того, чтобы делать добро. Адам тянется к добру, он хочет добра, он хочет постижения и совершения добра. А Бог запрещает ему, говорит, служи мне, а не закону. Ибо если будет закон, зачем тебе я? Что Адаму говорит змей? То, что Адаму говорит змей. Бог говорит Адаму, попробуешь древо, смертью умрешь. А змей говорит, не умрешь, а станешь как Бог. Действительно, зачем Адаму, зачем Йову? Бог, если они сами знают закон. Он превращается в гаранта закона, высшего судью. Мы говорили с вами о законе и благодати в прошлом. Вот иллюстрация этого различия. Человек либо служит закону, либо принимает Бога как Бога. В религии закона Бог отождествляется с законом. Ибо придет Бог, наши муки кончатся, наше терпение вознаграждено будет, и будет совершена справедливость, ибо Бог. Между Богом и справедливостью по существу разницы нет. А Бог все время к Йову говорит, где ты был, когда я творил мир, и что глина будет, спрашивая с горшечника. А Авраам говорил, пойди принести жертву, хотя есть закон, но мой, Божий закон, не приносить человеческие жертвы. Никоим образом не приносить. Отойдете от Бога, если принесете человеческие жертвы, Бог является и требует, приказывает принести в жертву Сыну. Авраам, он говорит, слушай меня, да, слушай, тебе дан разум, слушай меня, но не через закон. Когда закон был все-таки дан людям, когда Адам все-таки съел плод, познал закон, поставил между собой Богом закон, и был издан Израиль за это, именно за это, за то, что познал закон. Здравствуйте. Никто не ругает язычество, но... Чтобы не вернуться в язычество, нужно удерживать разницу между Богом и его атрибутами, между Богом и его именами. Язычество в достаточно высокой позиции, как бы тут и говорить не о чем, и убеждать не о чем. Но если христианин, то чтобы не вернуться в язычество, необходимо удерживать эту разницу, и Бог делает то, что делает. Он приступает в собственный закон, дабы показать человеку, что он выше закона. Обратной стороной этого является то, что Бог милует человека. Религия закона не предполагает милости. Ну, мне надо ее понимать тоже как-то тупо, что это вот так прям топор упал бездушно и все. Но прощение грехов не предполагает. Наказание за грехи предполагает. А прощение не предполагает. Это религия закона все-таки. Когда Адам взял плод, когда Адам съел плод, повинуясь не Богу, а змею, Бог пришел в сад и спросил Адама, где ты? Это не тот же вопрос, который был обращен к Исааку. Исааку к Аврааму. К Аврааму он был обращен до совершения поступка. А к Адаму он был обращен после совершения поступка. То есть Адам уже совершил грех. А Бог пришел не наказывать, а вернуть. Вопрос, где ты, означает, ты можешь вернуться. Ты совершил грех, но ты можешь быть помилован. Ты совершил грех, но ты можешь покаяться. Где ты? Дело не в том, что Бог потерял в кустах Адама. Дело в том, что Адам может покаяться и вернуться. И вот когда Адам сказал на это, мне стыдно, ибо я нак. То есть Адам устыдился пред Богом. Не попросил прощения, не покаялся, а устыдился. Тогда Бог сказал. То есть Адам действует, находится в позиции, уже в позиции закона. Ему стыдно пред Богом. Но стыдно не тем стыдом, который сродни раскаянию, а стыдно формальным стыдом. Я не готов явиться к тебе, предстать перед тобой. То есть Адам как бы сам себя осудил. Тогда Бог говорит, не делает из древа познание добра и зла. И изгоняет его из рая. И ставит ангела с огненным мечом, дабы Адам не вздумал вернуться. Так начинается человеческая история. Опять же, когда Адам поставил между Богом и собой закон, то бишь, отождествил законы Бога, он тем самым за это был издан из рая. И когда Йов отождествил Бога с законом, Бог объяснил ему это, повторяю едицину возможным способом, нарушив закон. Но когда Йов, вняв Богу, стал в позицию подчинения Богу, не через закон, потому что закон – это уже не подчинение. Подчинение Богу. Он был помилован, несмотря на свое восстание и бунт. То есть Бог – это благодать, а не закон. Благодать тому, кто кается, а не награда тому, кто совершенен. Так, по крайней мере, в христианстве ставится вопрос. Это можно принимать или не принимать. Можно оторгать совершенно нормальные реакции, реакции отторжения на это. Почему, собственно, нет. Но прежде чем оторгать, надо попытаться понять. Между прочим, прежде чем принять, тоже желательно. Буду попытаться понять. Первое – братоубийство. Каин и Авель. Известная история. Было два брата – Авель и Каин. И оба принесли жертву Богу. Авель принес жертву Богу. Каин принес жертву Богу. Жертва Авеля была принята. Жертва Каина была не принята. Ну, какая интерпретация обычная? Авель был хороший. Поэтому жертва была принята. А Каин был плохой. Поэтому жертва принята не была. Но, знаете, против этого есть даже… Это трактовка в смысле религии и закона. Он напрашивается, потому что в нашем сознании Бог все-таки… У нас вообще в нашем сознании есть Бог, то Он – Судья. Это надо признать. Но даже в тексте Писания есть место, которое противоречит этой трактовке. Пока Каин еще ничего не сделал, не восстал на Авеля, не убил Авеля, Бог обращается к Каину. Грех на пороге лежит. Говорит Бог Каину. Грех на пороге лежит. Вы скажите, сначала он осудил за грехи Каина, не взяв его жертву, а потом сказал Каину – грех на пороге лежит. Вот вы скажите, пожалуйста, мне. Нет, тех, конечно, не защищенный. Понимая, как хочешь. Может быть, новый грех на пороге лежит. За старые грехи не была принята жертва, а новый грех зато на пороге лежит. Тех не защищен, но смысла тогда очень мало. А если так же, как, если поставить это в ряд с Иовом, Авраамом и Адамом. Может, Господь не принял дары Каина в качестве проверки, в качестве испытания? Буду я об этом, да. Тогда это получает смысл, история. Это получает смысл, история. То есть, Бог опять нарушил закон. Каин так же чист, как Авель. Но Каин подвергается испытанию. В общем, испытанию милостивому. Когда его жертва не принята, Бог предупреждает – грех на пороге лежит. Но Каин не внемлет. Каин убивает не Авеля из зависти, он восстает на Бога. Так же, как Йов. Каин таким образом восстает на Бога, который в его глазах нарушил справедливость. Несмотря на предупреждение Бога, Каин восстает на Бога так же, как восстал Йов. И делает то, от чего воздержался Авраам. Один Авраам и есть, который воздержался. Ни Йов, ни Каин, ни Адам не воздержались. Они поставили закон вровень с Богом. Когда Каин восстал и убил Авеля, Бог обращается к Каину. «Каин, где брат твой Авель?» Вот понимаете, это снова вопрос «Где ты?» Это тот же самый вопрос, обращенный к Адаму. Не к Аврааму, но к Адаму. Тот же вопрос «Где ты?» Что Бог не знал, что Каин убил Авеля? Что он не знал, где брат Авель? Но, Каин, где брат твой Авель? То есть покаяние возможно, грех страшный, но покаяние возможно. Именно потому, что Бог не закон. Обратной стороной вот этого страшного испытания, когда Бог нарушает закон, является милость Бога. Ибо если бы был Бог закон, еще раз скажу, если бы Бог был закон, милость была бы невозможна. По существу невозможна. Обратной стороной того, что Бог нарушает закон, Он милует грешника. «Каин, где брат твой Авель?» Вот после этого ответ «Разве я сторож брату своему?» Тогда следует наказание. На Каина кладется Каинова печать. Очень тяжелое наказание за брата убийства. Берем все эти истории и сравниваем. Сравниваем язычество и христианство. Религию закона и религию благодати. А как вы видите закон, а возможно, вы видите книги? И вообще эти истории? Как они-то их понимают? Если считать, что иудейские религии – это религия закон? Или они их не понимали? Пусть хрисятся, а потом, наверное, понял. Христос, я отвечу на ваш вопрос только окольным путем. Христос поддержал эту линию. Христос рассказывает истории вроде притча о виноградаре. У одного человека был виноградник, рассказывает Христос свою очередную притчу. У одного человека был виноградник, и он позвал работников. Одни пришли с восходом, другие – в полдень, третий – в обед, а четвертый – со всем вечером перед самым заходом солнца. И когда день закончился, он всем дал равную плату. Равную. И восстали работники. И восстали работники на хозяина. Понятно, что речь о Боге, а мы работники в Его саду. И Бог опять нарушает закон. Ведь восстали они не потому, что они требовали больше денег. Вот эти первые, которые восстали прежде всего, они восстали не потому, что хотели больше денег. Они восстали из-за несправедливости. Ибо они пришли с восходом, а кто-то пришел перед закатом. И все получили порогу. И все получили порогу. Священное Писание все время возвращается к этой теме, дабы удержать разницу между христианством и язычеством. Я как-то давно уже был на богословской конференции и что-то подобное рассказывал теперешнему. Ими никто не возражал. А в перерыве, чтобы показать это само по себе, в перерыве один известный западный богослов, мной совершенно уважаемый человек, он подошел ко мне вплотную и говорит, «Послушайте, как можно утверждать, что Бог нарушил закон?» «Как можно вообще утверждать, что Бог нарушил закон?» Я говорю ему, ну хорошо, опричай винограды. Я ему говорю, а сам думаю, а что же он мне может ответить, интересно? Что тут можно ответить? Вы знаете, он нашелся. Он говорит, что Бог не нарушил закон, потому что не было заключено трудового соглашения заранее. Это работе, конечно. Когда не было? Потому что взял заплату за один динамик. Ну, не оговорив время работы. Да. А поскольку этого в договоре не было, то и договор не вывернулся. Человек вывернулся. Я спрашивал и думал, ну что тут можно ответить? Он ответил. Не сходили к нотариусу, не поставили печать, не заключили церкового соглашения по всей форме. Поэтому договор не был нарушен. Не слышат люди. Это трудная тема. Трудная тема. Трудная тема, когда Бог нарушает закон. Трудная именно потому, что Бог у нас с вами все-таки, если повторяю, он вообще есть сколько-нибудь. А может на сколько-нибудь и у всякого есть. Есть Бога речи безумец. Только безумец не знает, что есть Бог. Ага. Поскольку Бог у нас есть, он все-таки Бог-судья. Это проще, легче. А главное, почему проще, почему легче, потому что понятие. Но еще раз скажу. Нарушение закона, обратной его стороной является милость. Милость Бога. Прощение гречим, который с точки зрения закона невоплотимо. А тут нет противоречия, что Бог изменяет свою волю. То есть получается, что он может ошибаться? То есть у него есть воля, это закон. А если он нарушает закон, значит он свою волю именит. А Бог не изменит. Бог не изменяет свою волю. Это мы неправильно понимаем волю Бога. Мы думаем, что воля Бога – это закон. Вот что мы думаем. И против этого, как я уже три раза сегодня сказал, есть только одна, один ход со стороны Бога – это нарушить закон. Это вообще очень трудное положение, вот это положение бунта. Откуда у меня слово бунта? Это Иван Карамазов с Алешей сидят в корчме и едят щи. Ну, о чём русские люди Бог будут говорить? Зачем? Ну, разумеется, о Боге. И Иван выдает Алёше своё кредо. Бога принимаю, а мир его нет. Бога принимаю, а мир его не принимает. Почему Иван так делает? Потому что он маниакально, даже странно от Ивана это. Он собирает всякие газетные вырезки о том, как страдали безвинные дети. Дети в определении безвинные. Иван собирает заметки о всяких страшных совершенно вещах, которые совершались безвинными детьми. Почему Бог попускает? Почему Бог попускает это? Поэтому Иван и Йов – это одно и то же состояние. Йов подпоясывает чресло и идёт судиться с Богом, с требованием «объясни». А Иван говорит «Бога принимаю, а мир его не принимаю, потому что мир несправедлив». Иван стоит в том же положении, в каком стоит Йов. Зло в мире существует, чтобы мы не схотились в язычество, чтобы мы не отождествили Бога и закон. Почему Бог направляется, разрешает, попускает в сатане такие страшные муки Йову, такие страшные испытания Йову? Почему? Потому что Бог требует… Разве не страшно это событие, когда ты пришёл рано утром… на винограде, кто-то пришёл перед самым заходом солнца, и мы получили по одному динарию? Разве это не страшно? Разве не страшно вообще жить в таком мире? Но это делает Бог, делает зачем-то. И обратной стороной этого является милость Бога. И это совсем иная позиция, нежели язычество и религия закона. Язычество вообще не знает зла, как мы сами знаем. Религия закона знает зло, но под формой закона. Религия закона знает зло, но под формой закона. Зло, которое должно быть наказано. И благо, которое должно быть вынаграждено. Но зло обязательно должно быть наказано. А христианство – это религия благодати. Ты Бог выше закона. Если ты это удерживаешь, это состояние, то даже совершая грех, ты надеешься на милость Господа. Даже после греха ты знаешь, что последует вопрос. «Где ты?». Правда, ты не знаешь, что на него ответишь. Никогда не знаешь, что ты на него ответишь. Но вопрос обязательно будет. Какой бы страшный грех не был, протоубийство, наконец, что хуже. Но каким бы страшным грех не был, ты знаешь, что последует вопрос «Где ты?». И уже в зависимости от твоего ответа на это, то есть дается возможность покаяния. В религии благодати дается возможность покаяния. Ничего не может быть в религии закона. В язычестве нет зла. При религии закона есть зло под формой закона. А в религии благодати есть покаяние в грехе. Это три разных состояния. Опять же, выбирать за нас, за каждого из нас никто не собирается. Будь ты язычник, будь ты приверженец религии закона, будь ты приверженец религии благодати, это совсем уже собственный выбор. Но разница заключается именно в этом. Разница существенная. Как внутренний опыт, разница существенная. Все на сегодня. Спасибо. Продолжение следует.